Каждый год в третье воскресенье июня вся страна поздравляет медицинских работников с профессиональным праздником. На этот раз День медицинского работника выпал на 16 июня. Накануне праздника наша съемочная группа встретилась с лучшим анестезиологом Чувашии Дмитрием Лукояновым. Ты уснул уже? Дыши спокойненько, все хорошо. Сделать так, чтобы дети комфортно чувствовали себя во время операции, не ощущали боли и легко приходили в себя – главная задача анестезиолога-реаниматолога. Почему я пошел как раз в эту область? Потому что результат лечения нашего – он налицо. А если мы делаем все правильно, дети выздоравливают. Маленькие пациенты самыми тяжелыми случаями лечатся именно здесь. Новорожденные и постарше с соматической или хирургической патологией. Ответственность у врачей очень высокая. Чтобы справиться с моральной нагрузкой, у каждого врача этого отделения есть свое хобби. У Дмитрия Лукоянова это активный образ жизни – рыбалка, охота и просто прогулка на свежем воздухе. Самое главное – это физическая активность. Если не будет физической активности, то, соответственно, в общем целом, не сможешь работать продуктивно и на работе. Ну и плюс, конечно же, я сторонник того, чтобы не было никаких вредных привычек. Это не было. Врач-анстезиолог-реаниматолог не должен курить, не должен злоупотреблять алкоголем. Это самое главное. Дмитрий Лукоянов уже 10 лет возглавляет отделение анестезиологии и реанимации. Именно под его руководством впервые в Республике врачи отделения освоили новый метод сосудистого доступа – внутрикосной инфузии лекарств. Это позволяет спасать пациентов с полиорганными нарушениями. Параллельно с основной работой Дмитрий преподает в Институте усовершенствования врачей и передает свои знания коллегам. Например, Валентина Чумакова работает под его руководством уже 5 лет. Он очень хороший руководитель. Он всегда готов прийти на помощь и всегда подсказывает, направляет с трудными пациентами. К нему можно обратиться в любое время дня и ночи. Он старается поддерживать сплоченность нашего коллектива. И благодаря ему наше отделение развивается и идет в ногу со временем в лечении наших маленьких пациентов. В реанимации Республиканской детской больницы создана возможность совместного пребывания родителей с детьми не только на этапе выхаживания, но и в предоперационном зале, где ребенка готовят к наркозу. Еще одно новшество – зал для анестезии оформлен в виде игровой комнаты. Здесь стараются идти в ногу со временем и даже чуть быстрее. Совсем недавно, в День защиты детей, больница получила сертификат на 1 миллион рублей. Нетрудно догадаться, что и эти средства направят на создание комфортных условий для маленьких пациентов.